Напомню, что наивная версия алгоритма для вычисления наибольшего общего делителя работает за линейное время. Для нас это означает, что если мы попробуем вычислить наибольший общий делитель двух каких-нибудь по-настоящему больших чисел, то мы потерпим неудачу, дождаться у нас не получится. Как и в случае с числами Фибоначчи, ждать мы и не будем. А вместо этого напишем реализацию алгоритма Евклида, который работает значительно быстрее. Ключевое наблюдение алгоритма Евклида заключается в том, что задачу нахождения наибольшего общего делителя двух чисел можно свести к задаче нахождения наибольшего общего делителя между меньшим числом и остатком отделения большего числа на меньшее. Давайте мы ровно эту идею и реализуем. До тех пор, пока А и Б у нас не равны нулю, что мы будем делать? Ну, если А больше или равно Б, то давайте заменим А на остаток отделения на Б. Иначе заменим Б на остаток отделения на А. В качестве результата вернем то из чисел, которое не равняется нулю, потому что это и есть условия выхода из цикла. Ну, компактно это можно записать просто как максимум. Проверим нашу реализацию с помощью функции тест. Будем надеяться, что все хорошо. Ну, как мы видим, тест не возражает. Попробуем теперь вычислить наибольший общий делитель двух чисел, которые мы пробовали вычислить с помощью наивной версии. Ну, и ответ получили практически мгновенно. Успех! Ну, и возьмем. Продолжение следует...